Конференц-зал здания администрации с трудом вместил всех желающих. Здесь собрались местные жители, работники ЗАО «Совхоз имени Ленина», депутаты. Приглашен был и Павел Грудинин, как руководитель ЗАО и главный оппонент руководства Рота Агра. Но ни сегодня, ни до этого, ни на какой контакт он не идет. Мы месяц сбились, обязаны всем акционерам дать отчетную документацию. Мы ходили, куда только они обращались, и в контору, и по почте, и по интернету. И как только они просили, нам не дали ни одного документа. Об отношении Павла Грудинина к ситуации и готовности идти на диалог, говорит и необходимость организаторов встречи поменять планы. Изначально общение с гражданами должно было состояться в более подходящем помещении. Мы планировали провести эту встречу в Доме культуры, но там то ли вчера, то ли сегодня с утра кто-то установил кодовые замки, теперь туда попасть невозможно. Сторонники Павла Грудинина постарались сделать так, чтобы группа компаний «Рота Агро» воспринималась не иначе, как захватчики совхоза имени Ленина. Такие встречи и призваны расставить все точки над «и» – увидеть, кто есть кто. Мы серьезный агропромышленный холдинг, который давно на рынке. Один из крупнейших предприятий сельскохозяйственных в Московской области. Сегодня группа компаний «Рота Агро» занимает 59-ю позицию в российском рейтинге сельхозпроизводителей и объединяет 8 предприятий, занимающихся животноводством, овцеводством, выращиванием овощей и производством сахара. А принципы социальной политики будут активно внедряться и в совхозе имени Ленина. Мы готовы на то, чтобы оказывать полное содействие с жителем совхоза имени Ленина, оказывать всяческую социальную поддержку, заниматься повышением заработной платы, заниматься прощением имеющихся долгов. Мы ведем достаточно активную работу среди жителей совхоза имени Ленина. Поступает информация, что буквально людей выселяют из имеющегося жилья. Поэтому мы серьезно настроены решить эту проблему. И как только мы получим доступ к имеющимся документам, разберемся детально во всей этой ситуации, есть у нас мысль о том, что мы планируем поврастить данные имеющиеся задолженности, которые возникли благодаря, ну, как это ни странно, многолетнему труду в совхозе и при этом образованию долгов. На встрече прозвучали вопросы, касающиеся и жизни поселка совхоза имени Ленина. Ведь теперь Ротаагра также станет одним из градообразующих предприятий. Мы обратились с просьбой передать здание в муниципалитет, что дало бы стабильную надежду на то, что это было бы для жителей надеждой того, что Дом культуры никогда не поменяет свой профиль. Ответа, к сожалению, ни мы, ни глава не получили. Хотелось бы у вас поинтересоваться, как у главного акционера. И, конечно, этот Дом культуры по-хорошему не только надо посмотреть, а надо было бы передать в муниципалитет, тем более, правильно говорите. Сегодня именно бюджет городского округа полностью финансирует все эти бесплатные кружки, все заработные платы, все оборудование, которое внутри, и ремонты, и сумасшедшую аренду. Состояние придомовых территорий также стало одной из тем для обсуждения. Мы видим неубранные дворы, мы видим неубранные территории. Куда обращаться? Управляющая компания отфутболивает ЗАО «Совхоз». ЗАО «Совхоз» мы понимаем, что на диалог пока не идет. На встрече присутствовали представители движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее», которое объединяет активных граждан, общественников, депутатов муниципалитета. Его руководитель Артем Грудинин предложил закрепить договором все, сказанное на встрече. Мы бы хотели людям помогать в первую очередь. Нам очень важно наполнять те наказы, депутатские, либо просто просьбы наших граждан. Мы, конечно, готовы и помогать, и даже подписать соглашение. Генеральный директор РОНа Агро Ася Долянская зачитала содержание документа. Компания РОНа Агро наберет на себя обязательство оказывать всестороннюю помощь движению ЗАЗА в деятельности по защите прав и интересов работников ЗАО, членов их семей, а также жителей поселка совхоза имени Ленина всех возрастов. Поддерживать народные инициативы, направленные на решение наполевших проблем жителей поселка совхоза имени Ленина. Около трех часов продолжалась встреча. Представители руководства группы компаний РОНа Агро заверили жителей, что они всегда готовы к диалогу и надеются, что их примеру наконец последует и руководство ЗАО совхоз имени Ленина. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.